Он расположен в трех часах езды от столицы, но жизнь здесь совсем другая. Без торговых центров, широких дорог, Макдональдса или кинотеатра. Местные жители привыкли много работать и молиться, чтобы их остров не накрыло водой. Самый простой и относительно быстрый способ попасть на остров – это катер. Вот такой красавчик отходит каждый день в 10 утра из городка Ридвель, что в штате Вирджиния. Погода сегодня хорошая, и капитан нас уверил. Каких-то два часа в пути, и мы попадем в настоящую экзотику. Расстояние в 19 километров капитан Лэндвуд преодолевает каждый день два раза – на остров и обратно. Еще перед посадкой он уверил нас – Тенджер уникальный. Это как одна большая семья в 450 человек. Они могут говорить друг о друге, но вот вам обсуждать одного жителя с другим даже не стоит и начинать. Ведь никогда не знаешь, кем человек может оказаться вашему собеседнику – братом, мужем. Корабль прибывает на причал острова вовремя – дальше или пешком, или местным транспортом. Да, гольфкары – это наш обычный транспорт. Дороги очень узкие, и машинам здесь некомфортно. К тому же это очень дорого – доставить машину на остров. Для этого нужно арендовать баржу, и обычно это стоит 10 тысяч долларов в одну сторону. Про узкие улочки Дэвид не преувеличил. Весь остров похож на дачный кооператив, только без огородов. Здесь все с друг другом здороваются, калитки открыты, а новости узнают из доски объявлений в единственном продуктовом магазине. У нас нет местной газеты, которая могла бы рассказывать новости. А тут вы можете повесить приглашение на вечеринку в честь рождения ребенка. Также здесь вешают и объявления от власти города. На острове нет вышки, поэтому нет и мобильной связи. Только спутниковый интернет и проводные телефоны. Для связи мы пользуемся проводным телефоном. Да и остров такой маленький, что часто мы встречаем друг друга просто на улице. Кейти говорит, за одеждой или продуктами, которых нет в ее магазине, островитяне ездят на большую землю. Именно так местные называют ближайший, от них штат Вирджиния. Хотя остров и сам входит в его состав, но все же держится особняком. Жители Тенджера любят свой миниатюрный стиль жизни, когда все и все рядом. Почта, вон она за моей спиной, находится буквально в нескольких шагах от церкви. Рядом кладбище, дальше бейсбольное поле, школа и больница. Госпиталь современный каждый будний день. Здесь ведет прием помощник врача Инесс Прюитт. А раз в неделю приезжает и врач с материка. Это одна из наших смотровых. У нас таких три. А вот здесь у нас рентген. Он цифровой. На больницу собирали всей Америкой. Врач, который приезжал сюда работать раньше, решил сначала просто обновить старое здание госпиталя. Но денег хватило, чтобы построить новый медицинский центр. На новую больницу нам нужно было собрать 1 миллион 200 тысяч долларов. Но люди были настолько щедры, что в итоге мы собрали на полмиллиона больше. В экстренных случаях за местными больными прилетает вертолет. Эту услугу бесплатно предоставляет соседний штат Мэриленд. Скорая на острове тоже есть, как и во всех американских городах. Единственное отличие – здесь ее сигнал слышит абсолютно весь остров. И половина жителей сбегается сразу же с вопросом. Как помочь? Так поэтично пастор местной церкви отзывается о своих прихожанах. Вечерняя служба – одно из главных мероприятий на острове для взрослых. Дети же в это время с азартом упражняются в ловле крабов. Ты видишь краба? Нет. Именно крабы – основа экономики острова. Поэтому уметь ловить их с детства – обязательное условие выживания. Лесева колец Сергей Соколов. Настоящее время Америка с острова Тенджер.